Борт номер один приземляется в аэропорту Гомеля, откуда Александр Лукашенко направляется в открытое акционерное общество Гомсельмаш. По словам президента, у этой поездки две основные цели. Во-первых, поблагодарить коллектив за поддержку государства и действующей власти. Еще одна задача проконтролировать выполнение поручения президента по разгрузке складов. Готовые комбайны, еще совсем недавно занимавшие значительную часть территории, сегодня проданы в Беларуси и за рубежом. Более того, новая продукция отправляется партнером сразу после выхода из сборочного цеха. Председатель облсполкома Геннадий Соловей говорит, что такая ситуация наблюдается на многих предприятиях области. Складские запасы сокращаются. У нас, Александр Горосович, было валовое производство, динамики, если смотреть, 1,468,000,000,000,000,000. И мы сократили запасы на 245 для нас, мы видим. Хотя и есть проблемы сегодня с экспортом, но это отдельная тема, которую мы на сегодняшний день наращиваем. И смотрим, что нам выполнить эти показатели. Ну, проблема с экспортом, Геннадий Михайлович, она и будет, никуда не денется. Мир остановился. Нет потребления, тем более машиностроительной продукции. Да, мы потеряли, Александр Горосович, на экспорте нашего по Беларуси нефти только 4%, потому что мы загрузили свое предприятие, это немаленькие 400, даже 3000 объем, которые мы на сегодняшний день продавали на экспортную продукцию. Хотя видим, что стратегия наша Беларусь нефти до 28-го года производит 2,5 миллиона тонн нефти. Мы сегодня 1,7 миллиона производим. Это по концу года будет. Поэтому у Ляхова есть стратегия развития Беларуси нефти. И мы видим, что со временем будем разрабатывать и приписку эту ложбину, которая – это третий этап наш. Что касается непосредственно Гомсельмаша, то за 10 месяцев этого года темп роста производства превысил 130% при запланированных 110. Примерно такая же ситуация с экспортом. Рост 120% при 101 плановом. Президент уверен, что такие результаты достигнуты не в последнюю очередь за счет повышения качества сельхозтехники. Примером может служить желание сельхозпредприятий Российской Федерации покупать гомельские комбайны. Есть свой завод «Россельмаш», а не прочь купить наши комбайны. Почему? Потому что вы начали по качеству неплохо работать. Но это еще не предел, это не потолок. Держите качество. Будет качество, вот все говорят, производительность, производительность. Это правильно. Но я вам, как бывший аграрий, говорю, что с производительностью мы справимся. Но если не будет качества, не нужна ваша производительность никому. Поэтому каждый рабочий должен видеть то, что он производит. Качество. Должно быть качество. Очень здорово вы поработали по импортозамещению. Миллионы долларов ежегодно по импортозамещению. Вы здесь производите узлы, агрегаты. Вот мы смотрели редуктора, которые вы делаете. Слушайте, все были практически импортные. А сегодня вы все редуктора, которые ставите на свои машины и продаете за пределы Беларуси, вы делаете сами. Ну, можно много перечислять успешных ваших шагов, но, должен сказать, вы сделали хороший шаг вперед. Меня это убеждает в том, что деньги, которые государство в результате поддержки потратило на вас, не ушли в песок. Президент обещает, государство и дальше будет поддерживать таких крупных производителей, как Гомсельмаш. Во всяком случае, речь об их продаже иностранным инвесторам даже не идет. Финал такого шага можно спрогнозировать уже сегодня. Некоторые ко мне приходили и говорят, у вас 8 тысяч работающих, нам столько не надо. А сколько останется? Ну, два, я говорю, спасибо. Три, я говорю, тоже спасибо. Что, из 8 тысяч три оставим, а 5 тысяч или 6 на улицу выкинем? Такое нам не надо. Если и надо сокращать какую-то численность, то так люди на пенсию уходят, кто-то устраивается, трудоустраивается. Да, это процесс, но это живые люди. Это я не заискиваю перед вами. Но более того, вот сегодня директор говорит, что здесь потребности еще 200-300 человек. Отдельный разговор о государственной социальной политике и, в частности, поддержке многодетных семей. По словам Александра Лукашенко, альтернативы здесь нет. Не будет прироста населения, не будет и самой Беларуси. Два человека и двое детей нет воспроизводства. Три – это уже на одного ребеночка в плюс. И если бы у нас семь их было в каждой семье по три человека, у нас бы был прирост. А четыре, пять – это вообще классно. Поэтому я был сторонник того, чтобы поддержать многодетных. Еще одна тема, которая касается президент – протестные выступления. Кто является их настоящим организатором и какие цели преследуются в действительности? Александр Лукашенко уверен – перспектив у сторонников свержения законной власти нет. Жители Беларуси их просто не поддержат. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас немало-немало, под сто национальностей живет. Кого-то больше, кого-то меньше, но под сто национальностей. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Нету драк этих. И исламисты не воюют, как они говорят, исламисты. Не воюют мусульмане против христиан, католики против православных. Я всегда говорил о том, это мой лозунг предвыборный и выборы. Каждый должен найти свою дорогу к храму. Что, неправильный лозунг? Правильный. Я это всегда проповедовал. И я этим всегда гордился. Поэтому я не националист. А фашизм, определение даю как преподаватель, это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне. И еще одна тема, которая сегодня волнует всех – пандемия коронавируса. Александр Лукашенко призывает не паниковать, но обязательно следовать советам врачей. От сохранения социальной дистанции до ношения масок. Плюс избегать мест, где одновременно собирается много людей. Сегодня это одна из основных причин роста заболеваемости в некоторых городах. Гродно уже на плату вышло, уже не добавляет. Где-то близко Брест. Но больше всего в Минске. Почему? Потому что мы каждое воскресенье тремся друг о друга на этих протестах. И это же люди болеют. И отсюда 500 миллионов долларов, которые я мог бы вложить в час сюда, мне приходится лечить людей. То-то купить, то это, то лекарства какие-то. А это дороговизна. Спрос большой, цены высокие. И куда денешься? Если мы сейчас начнем обычные больницы переводить на лечение ковидных от коронавируса, мы не сможем лечить по другим болезням. А есть же и другие болезни. И они страшнее, важнее, и их больше, чем этих болезней. Поэтому берегите себя. Это самое главное. Но я знаю, что вы люди крепкие. Слушайте, мы с вами не это пережили после Чернобыля. Я думаю, переживем мы это счастье и успехов вам. Спасибо вам. Олег Шентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.